Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий и я вас приветствую на канале Сельская Жизнь. С начала инкубационного сезона некоторые мои куры начали носить одежду – попоны. Этот факт вызвал насмешливые вопросы у соседей. Но оказывается, есть и блогеры на ютубе, которые считают себя продвинутыми птицеводами, которые высмеивают попоны, обрезание когтей, шпор у петухов. Наверное, и я бы удивился попонам, если бы мне их показали или рассказывали до тех пор, как я начал держать кур тяжелых пород. Большинство людей держат курей яичного направления, либо их помесь. А если держат мясных, то это, как правило, есть бройлеры, которые живут максимум несколько месяцев и потом идут на мясо. Но те, кто держат тяжелые породы, тот очень часто сталкивается с проблемой, когда петухи повреждают кур. Какие есть повреждения курей? Может быть просто повреждено перо на спине, и таких курей, наверное, вы видели даже в яичном направлении, когда петухи, когда топчут курей, обламывают им перья и в них голые спины. Но тяжелые петухи также повреждают курей когтями. То есть своим весом, когда они топчут курей, они прокалывают своими когтями не только перо, но и кожу, и мясо, аж до кости. Такие повреждения с виду, они не очень большие, но они есть глубокие. И эти повреждения приводят к стрессу птицы. И птица либо перестает нестись от стресса, либо эта курица прячется от петухов. И если даже нанесет яйца, то в большинстве случаев ее яйца есть неоплодотворенные. Но самый большой вред, самые большие раны наносят петухи курам шпорами. Шпоры, вот сейчас вы видите на экране петуха с большими шпорами. Шпоры зависят от двух вещей. Первое – это возраст. То есть чем старше петух, тем больше у него шпора. И второй нюанс зависит от породы. То есть есть породы, в которых шпоры растут очень быстро, есть породы, в которых шпоры растут более медленно. Если это петух ценный, породный, то его могут держать несколько лет для его использования. В отличие от дворовых, которые держат, как правило, сезон и их рубят, поэтому шпоры в них либо не вырастают, либо поскольку они легкие, то не имеют никакого значения. В моем случае у меня куры, петухи, джерсы. И вот петуха, который вы видите на видео, он не молодой. Шпор достаточно большой. И также есть у меня промышленный корниш. Но самые большие вреда приносили мне петухи моего домашнего кросса голод джерсов. Они даже в полгода, то есть 6-месячные петухи, были настолько тяжелые и имели уже большую шпору, что они, в принципе, от одного топтания просто раздирали курицу. Ну, если вы видели, как разбирают тушку курицы и отрезают окорочка, то вот, в принципе, так выглядали мои курицы. Если курицу, которую петухи разорвали, это есть дворовая, ее жалко, потому что она несла яйцо, если это курица, которая была выращена с инкубационного яйца, который вы купили, дорого купили, либо эта курица была куплена за десятки, возможно, сотни долларов, то становится еще намного жальче. Тогда возникает вопрос, что делать с такими петуками. Если это дворовые петухи, либо кроссовые, это все очень просто лечится топором. Но если это породный петух, который также очень есть дорогой, тогда некоторые люди прибегают, например, к болгарке, и обрезают шпору. Или обрезают шпору секатором, потом закругляют, зачищают напилком. Когда у меня промышленный корниш разрезал курицу, которую нам пришлось зашивать, потому что курица была для нас в породном направлении очень ценная, то я обрезал шпору раскаленным ножом. То есть раскалили нож и просто проплавили шпору. Плавил не очень близко к ноге, потому что там очень много кровоносных сосудов, а к краю это омертвленные шпоры. Наверное, можно это делать профессиональным прибором, которым прижигают клювы у птиц. Наверное, можно прижать и кофти, и шпоры. Но также можно использовать защиту кулей, попоны. Возможно, нужно подходить комплексно к этому вопросу. Но в этом году я решил попробовать одеть своих корей, а петуха шпору оставить. В конце сезона расскажу, как они себя провели эти попоны, защитили ли они курей от петуха. Попоны я получил по почте. Здравствуйте, друзья! Получил посылочку. Давайте посмотрим, что там внутри. Внутри у нас одежка. Одежка для куриц. Называется попонка. Хорошо, красиво сделана. Прислала посылочку Наталья. Ссылочку на ее контакты, кому будет интересно, вставлю в описании. Живет она в Украине. По тому, кто в Украине, можно заказать такую одежку для кур. Спасибо большое, Наталья! У меня заказывали 6 тучек. Вот такая одежка. Будем одевать корочек. Сверху джинс, внутри, наверное, гязь. Нашито еще вот такие полосочки, для того, чтобы нога петуха не скользила. Все супер, пойдем мерить. Одели мы попонки куром. Им сначала было неудобно. Они приседали, как будто бы их хочет топтать петух. Они нальвили сбросить эти попонки. Но им это не получилось. Со временем они привыкли. И сейчас ходят уже долгое время в этих попонах. Купаются, ходят, купаются в песку, грибутся по сиху. Их ходят, не сбрасывают. И защищают себя от когтей и шпор петуха. Если вам была эта информация полезной, нажимайте лайк под видео. Если была не полезной, нажимайте дислайк. Если у вас были случаи, когда петухи ранили кур, напишите, пожалуйста, в комментариях, были такие случаи или нет. Если были, то напишите, какой породы лебокроса у вас были кур. Мне это будет очень интересно. Если вы еще до сих пор не подписаны на канал, нажимайте подписаться и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать полезные и интересные видео. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok